Здравствуйте, меня зовут Константин Озеров, я ведущий канала Травы Байкалов. В этом выпуске мы расскажем вам о полезных свойствах Иван-чая. И у меня в гостях врач-фитотерапевт областной клинической больницы с более чем 40-летним стажем Людмила Витальевна Кузнецова. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Давайте поговорим с вами о Иван-чае, о конкретно его полезных свойствах. С удовольствием. Иван-чай или кипрей, или кокурский чай. Люди по-разному его называют. Но нашел применение с давних времен практически в каждой семье. Чай из него применяют по поводу того, что он содержит много витамина С. Он обладает противовоспалительным действием. Это хороший спазмолитик, это болеутоляющее средство, это снотворное средство, это ранозаживляющее средство. И жаропонижающее, как ни странно. То есть вот столько много свойств имеет один чай. Кипрей, который растет у нас практически на каждом огороде или за огородом. Это уж точно. Но если говорить о Иван-чае как о лекарственном растении, область применения его, где его применяют? Чаще всего это все же желудочно-кишечный тракт. Любые воспалительные процессы или просто длительно текущие хронические заболевания. Это хронические гастриты, это язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, это колиты, это спастический колит, это атонический колит, тогда, когда нужно поправить работу толстого кишечника. Кроме того, его применяют при заболеваниях почек. Это солевые диатезы, это иногда воспалительные процессы. Очень широко нашел применение кепрей при заболеваниях простаты у мужчин. При простатитах он применяется довольно-таки широко, и чай этот рекомендуется для длительного применения у мужчин, страдающих простатитом. Это заболевания нервной системы, невростыния. Это астенический синдром. Это синдром хронической усталости, который в настоящее время у многих людей присутствует. То есть люди с физическим и психоэмоциональными перегрузками. Вот такая широкая сфера его применения. В каком виде употребляют иван-чай? Иван-чай чаще всего все же заваривают в виде чая. То есть собирается наземная часть, это листочки, иногда цветочки попадают туда и заваривается просто как чай. Очень часто у нас в Сибири делают еще и очень вкусный, полезный чай, смазывая листочки кипрея вареньем, потом скручивают их, высушивают, и зимой раскрываются цветочки, раскрываются листочки с приятным, допустим, запахом еще малины или смородины. И этот чай очень вкусный получается. Ну и сейчас есть новые разработанные экстракты, где полезных свойств гораздо больше у чая, и с удовольствием его можно применять. Есть ли какие-то противопоказания? Ну вот, противопоказания у Иван-чая практически не найдено. Я напоминаю нашим зрителям, что у меня в гостях врач-фитотерапевт Людмила Витальевна Кузнецова. Экстракты лучших лекарственных растений, а также Иван-чая с различными полезными вкусовыми добавками вы увидите в нашем интернет-магазине bycalherbs.ru Пройдите по ссылке прямо сейчас и познакомитесь с широкой линейкой. Пишите в комментариях, о каких лекарственных растениях вы еще хотите узнать, и мы обязательно о них расскажем. Смотрите наши другие видео, ссылки есть в описании. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые свежие видео. Ну а я желаю вам крепкого байкальского здоровья, вам и вашим близким. Спасибо.